Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM В Кирове 1305 это особое мнение на нашей волне. Меня зовут Владимир Сметанин. Добрый день. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес Информа». Азиз Альич, добрый день. Добрый день всем. На сайте нашем есть аудио- и видеотрансляция эфира. Кроме того, позднее вы можете переслушать или вновь впервые послушать записи наших программ «Особое мнение. Дневной разворот». И кроме того, на нашем сайте есть специальная форма для того, чтобы вы задали вопрос гостю особого мнения. Кстати, сегодня день русского языка. Поздравляю вас. Спасибо. В день рождения Александра Сергеевича Пушкина. А вы ведь к языку имеете отношение. По адресу. Вы ведь знаете. Я, во-первых, специальности филолог русского языка и литературы. Так что это наш праздник. Это наш праздник. Мы сегодня, безусловно, будем затрагивать темы и экономики, и бизнеса. Ну, кроме того, будут и другие вопросы, какие-то общечеловеческие. Вот хочу начать с такого вопроса. Великорецкий крестный ход сейчас проходит, как известно. На этой неделе паломники будут возвращаться. Да будет принято молитва всех, кто ходил. Из хода в пятницу сходил. Да, ход. И в этом году традиционно колонну верующих возглавили первые лица города и области. Как вы к этому, Ази Савич, относитесь? Сложный вопрос. Ну, он сложный, потому что сильно особо комментировать-то его не хочется. Я бы как бы к себе примерил. То есть, когда ты общаешься с Богом или хочешь общаться, то обычно ты это делаешь незаметно. Это, оказывается, двух человек. И, конечно, у Бога нет тех, кто в первых рядах, а кто в последних. Вот у Бога в первых рядах, ну, не знаю, ангелы, святые и так далее. Все остальные... Ну, слово «равные» тут не подходит. Все остальные, там, в соответствии со своими грехами, со своей ответственностью, значит, ну, обычно, значит, у кого больше прав, тот и больше ответственен, да, как говорят самые... Чем больше дано, тем больше будет спроса, да? Да, 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 я хочу сказать, да, что если тебе больше дано, и спрос будет больше, поэтому ответственность больше. Поэтому, ну, что могу сказать? Сказать, что у меня язык не поворачивается как бы осудить, потому что, ну, обычно говорят, ну, вот это его ход. И это его, значит, общение, как бы вот он этому посвятил там вот какое-то время свое, да. У меня не поворачивается язык похвалить, потому что, когда человек выходит на общение с Богом, он обычно не... Ну, это не демонстрация самого себя, кому-то еще. Это просто, ну, такое, ну, я бы сказал, такое таинство, да, некое. Поэтому, что могу сказать? Если они действительно верующие, допустим, их молитвы тоже Господь услышит. Ну, наверное, они тоже за кого-то, за кого-то молятся. Я убежден, что Господь не принимает молитв за себя. Он принимает молитв только за кого-то. Если ты не имеешь себя в виду. Да, да, да. Поэтому, если они это делали, значит, из каких-то других соображений, ну, обычно в таких случаях говорят, Бог им судья, да, при любом варианте. Поэтому, что тут сказать? Если вы спросите, вот, что бы я в этой ситуации делал? В качестве кого? Ну, вот выходил бы я, например, где-то там первые ряды. Я бы сказал, что это не место, как бы, где нужно выходить в первые ряды. То есть, я понимаю, что когда ты бьешься с врагом, пожалуйста, в первые ряды. Когда ты трудишься во благо страны, пожалуйста, в первые ряды. Когда ты защищаешь бедных, несчастных, сирых, убогих, пожалуйста, в первые ряды. Когда, значит, другие вещи, деньги, почет и слава, я думаю, что тут нужно быть скромнее. Хорошо, вот это... Это я прежде всего отношу к себе. Ответ на свой деликатный тему. То есть, да, если у меня есть такие грехи, да пусть Бог простит их мне. Хорошо, ну, давайте теперь о делах мирских. Как говорится, две недели уже прошло с момента праймерис Единой России. 22 мая состоялось голосование. Предварительное голосование. Тройка кандидатов в депутаты Госдумы определена. Это Рахим Азимов, Олег Валенчук и Владимир Быков. Вот сама суть предназначения праймерис, как вы ее воспринимаете, и, собственно, ваше мнение об итогах. Ну, стандартно, как бы, я согласен, наверное, с большинством здесь, если оно действительно такое есть, что праймерис, это, собственно говоря, один из технологических, там, способов, методов приемов для, значит, ознакомления, ну, даже не для ознакомления, а для повышения узнаваемости или, там, популярности тех или иных кандидатов. Но немножко, как бы, странно повышать популярность и узнаваемость, там, Быкова и Валенчука в этом праймерис. В этом праймерис есть несколько фамилий, которые, ну, как бы, немножечко... Вы не ожидали, что они там будут? Ну, я не ожидал, что... Ну, короче, наверное, я не хотел бы, чтобы они там были. А, вот именно так? Да, потому что считаю, что в данном случае их позиции должны быть как раз более оппозиционными, потому что все, что мы имеем, например, в бизнесе, это результат деятельности, ну, в плачевном состоянии бизнеса, да, это результат деятельности все-таки партии «Единая Россия». И, например, появление в этом списке праймерис, там, господина Усенко, например. Вице-секретаря. Ну, да. Вице-промышленного. Вице-президента, да. Вице-президента, да. Вице-президента, да. Ну, немножечко для меня, там, ну, странно выглядит, вот, потому что в данном случае мы видим, что на сегодняшний день партия не создала механизм учета или взаимного учета интересов бизнеса, например, да. И за последнее время, наоборот, эта партия создала законные механизмы не учета интересов бизнеса, да, подавления этих интересов. Вот. Вот и в этой ситуации, например, представитель бизнеса Усенко является все-таки торговой партийной палатой, палатой, членом которого и я являюсь, там, и целая, там, плеяда, значит, руководителей, все возможные компании. Поэтому, или, там, Титова, который, там, значит, должен был бы, был бы в этой ситуации, как, с моей-то точки зрения, что, например, что Народный фронт создавался. Это не скажу, как альтернатива, потому что не совсем, как бы, альтернатива, да, а как все-таки некая, возможно, общественная сила, которая бы ограничивала, например, необдуманные и неэффективные и неправильные решения, там, той же партии Единой России. Но оказалось, нет, оказалось, что, вот, все хотят, там, делать карьеру. Ну, еще, там, есть ряд фигур, которые, там, странно выглядят в их участии, там, очень глубоко уважаемые Гурьяновы, например, там, да, руководители библиотеки имени Герцена. Ну, то есть, ну, и так далее, и так далее. Ну, а почему бы им просто не попробовать свои силы? Ну, если только исходить, ну, смотрите, если исходить из карьерных интересов и интересов своего будущего с точки зрения, что они начнут получать по 400 тысяч, и потом пенсия у них будет хорошая, конечно, не вопрос. Каждый может так решать, значит, свои личные проблемы. Ну, понятно, что, и уверен я почему-то, что, ну, может быть, в общении, например, они могут и переубедить меня, да, что все это делается в интересах, вот, страны, малой родины, там, и так далее. Ну, я, как бы, вот, у меня убеждение, что это делается в личных, корыстных интересах. Вот это мое глубокое убеждение. Ну, а кто-то, может быть, просто кому-то сказал, давай-ка участвуй, там, для, на всякий случай, что мы скажем, вот, вот еще вот такие-то набрали, там, голоса, чтобы это не превратилось вообще в цирк. Ну, и, на ваш взгляд, бесследно это проходит, не проходит вот такое? Для людей, которые вот так неожиданно попали в этот праймерис. Ну, они, наверное, где-то будут учтены на будущее, может быть, там, может быть, еще где-то, там, может быть, куда-то будут выдвинуты. Меня, понимаете, вот интересы в данном случае конкретных лиц мало, как бы, волнуют, потому что и те, и другие, вот, например, названные фамилии имеют достаточно большие возможности принести пользу стране и малой родине. Не попадая вот именно в эту систему. Да, и не попадая, да. И если все-таки они будут говорить, что мы вот из интересов вот страны вот хотим туда попасть, ну, непонятно, вот у вас масса возможностей при нынешних должностях там сделать много интересного и полезного. Почему не делаете? Понимаете? Поэтому, а во что превратилась, как бы, вот, с моей точки зрения Государственная Дума и его депутаты в последнее время, то есть, и те законы, которые принимаются каждый раз, ну, они говорят о том, что на сегодняшний день, вся эта ситуация требует кардинального обновления. Ну, что касается нынешнего главы города Владимира Быкова, как известно, он в праймере сад, по списку прошел, да, в депутаты Госдумы. Да. Я-то почитал, много посмотрел в интернете, люди начинают его уже провожать на эту должность депутата. Нижние палаты парламента, там много уже гневных реплик, вот, мол, столько лет. Ну, все зависит, каким номером он пойдет там в списки, там, по-моему, ну, я не знаю, я, как бы, сильно этой темой не интересовался, но, по-моему, список будет не одной области составлен, да, а нескольких областей. Соответственно, все будет зависеть от того, опять-то сказать, какое количество Кировской области будет проголосовано там за Единую Россию. Ну, некоторые говорят, что не проголосовано, а посчитано. Ну, не знаю, ушла же Верзилина, не знаю, может, придет кто-то другой, кардинально, как бы, который, кто сейчас у нас, кстати, председатель Сбиркома, еще не назначен. А вот, кстати, исполняющий обязанности, по всей видимости, кто-то из действующих сотрудников. Ну, да, то есть, как посчитано будет, потому что, в принципе, сильно-то, ну, как я, как бы, знаю, и какая статистика там, в том числе и официальная какая идет статистика, и в Единой России сильная поддержка-то особо в области, там, на фоне других областей не пользуется. Вот, поэтому, как будет посчитана эта ситуация? Ну, ну, вот хочет, как бы, человек... Знаете, меня во всей этой ситуации всегда волнует один вопрос, что человек хочет, как бы, да, может обещать много других вещей, ну, целый ряд людей я таких, что мы вот это сделаем, это сделаем, потом, значит, заслуги, как бы, всей страны присваивают себе, там, условно говоря, вот я построил то-то, 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 так, почему в этой строчке, там, моей фамилии нету? Человек, который уплачиваю налоги, там, в той же муниципальный бюджет, условно говоря, да, и ежемесячно удерживает, потом эти же люди получают заработную плату, из моей зарплаты, а потом говорят, что это мы тут все сделали. То есть это граждане страны делают. Все, что делается за счет бюджета, это делается за счет всех. Те же нефтяные доходы, это не доходы отдельного человека, президента или премьер-министра, это доходы всего народа. И если они вкладываются куда-то, в том числе и в обороноспособность страны, это значит, что мы все участвуем в повышении обороноспособности или, там, в строительстве еще чего-то. Поэтому эти люди вот обещают чего-то, а потом на поверку мы видим, там, ну, вот очень часто не... Несоответствие тому, что заявлялось, и тому, что получили в итоге. Ну, по поводу предложений «Единой России» в части бизнеса и предпринимательства я предлагаю уже после рекламы поговорить. Давайте. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Я напоминаю, что это особое мнение Азиза Агаева, директора аудиторско-консультационной компании «Бизнес-информ». «Единая Россия», продолжая эту тему, сейчас обсуждает, какие инициативы, касающиеся бизнеса, включить в свою предвыборную программу. Буквально в последний день весны 31 мая на встрече с предпринимателями в Волгограде, если не ошибаюсь, Дмитрий Медведев, руководитель партии, заявил, предприниматели должны быть образцом для подражания. Бизнесмены добиваются успеха благодаря собственному труду и огромному количеству приложенных сил. Вот смотрите, пример для подражания. Прокомментируйте то, что это прозвучало именно из... Пример, как-то мы с уполномоченным здесь же обсуждали, что это особенные люди, это элита, как бы это люди, которые, несмотря на все создаваемые трудности государственными законами, которые принимаются в партии «Единая Россия», они продолжают выживать, значит, они создают что-то, они создают непосредственно национальное богатство страны. Но станут ли они примером для подражания, если только в том, что они тратят очень много времени на свой бизнес и правильно умеют управлять деньгами? В этом да. Но никуда не делись, как бы, в том числе другие характеристики, так сказать, этого бизнеса. Мы реально должны понимать, как бы, что для... Далеко не каждому надо бы равняться. Да, далеко не каждому предпринимателю, при том, что надо дорожить каждым предпринимателям, каждым аккуратно его куда-то подправлять иногда, учитывая отсутствие идеологии любви к своей стране, не штампованного патриотизма, а любви, так сказать, к стране, отсутствие идеологии уважения к окружающим, в том числе к своим работникам. Хотя много о чем можно говорить. Мы в то же время, значит, есть масса качеств предпринимательных, которые не надо равняться. Не надо. То есть, ну, о чем это? Ну, например, это что? Жесткость. Некий цинизм. Да, цинизм, жесткость. Значит, не всегда желание, значит, уплатить там налоги, при этом приводя различные там аргументы со многими из них. Я согласен, но я-то считаю, что разорвать круг, например, вот, значит, власть говорит, предприниматель не платит налоги, предприниматель говорит, а вы неэффективно тратите, то есть присваиваете, там, коррупция, не даете мне работать, зарабатывать. Вот, здравоохранение на низком уровне, образование падает по качеству, там, что я буду в бюджет платить, там, налоги, там, вот. Вы же все равно разворуете. Значит, пенсии все равно, да, все разворуете, там, и так далее, и так далее. Я-то считаю, что, значит, круг можно разорвать не со стороны власти, а со стороны предпринимательства. То есть, надо заплатить, стать, как бы, в этом смысле, то есть, получить моральные права, это большое дело, как бы, морально ощутить себе, что ты можешь прийти и у этой власти потребовать, сказать, блин, я столько плачу налогов, да, хотя бы в лицо им сказать, я плачу все налоги, ты чего не выполняешь в своей функции, там. И тогда я считаю, что они могут стать более активными. Я, конечно, может, идеалист, меня сейчас, наверное, многие будут, там, ругать, там, говорить, там, что за вообще романтизм такой. Не можем себе позволить этого. У нас и так денег нет, еще если все налоги платить, я согласен со многими вещами, вы знаете, что ни на одной передаче я говорил о том, как невыносимо, там, налоговое бремя, например, там, конкретно по социальным налогам для предпринимателей, да, по социальным взносам. Вот, но, тем не менее, то есть, образец, ну, сделал реверанс Медведев, значит, в отношении, ну, да, это смешно. Делать реверанс предпринимателем, это тебе не обыватель, он все понимает, что ты тут, как бы, знаешь, что, ты премьер-министр, ты вообще в стороне, ты вообще кто? Ты иди, давай, тихонечко, потому что подражание образец, сначала создай условия для работы нормальные, чтобы все институты, как положено работали, а то у нас говорится, вот, задачи, которые связаны с предпринимателями, значит, не может решиться, я вот недавно прочитал, там, по-моему, в «Эксперте» прочитал, что не может решиться, потому что там где-то межведомственные разногласия там возникают и глохнут там в правительстве. Значит, что для этого нужно сделать, чтобы там задачи поддержки предпринимательства решили? Вот что вы думаете, что им в голову прошло, что они должны сделать, если межведомственные разногласия не дают поддержать бизнес? Вот нормальный человек что делает в этой ситуации? — Начинает разбираться. — Жаль, что они сделали, что они, какое решение они собираются принять? Озвучили, по крайней мере. — К сожалению, не в курсе. — Они озвучили, что нужно создать суперведомство. — А-а-а, как я не догадался-то, да, история, которая повторяется. — Да, она повторяется. — Опять дополнительные бюджетные деньги, посадим своих людей, выделим, то есть, ну, если даже не украдем, то хотя бы зарплаты получим большие, это же хорошо. Или там, чтобы облегчить выделение кредитов, значит, маловому бизнесу, значит, что нужно сделать? Создать корпорацию по поддержке малого бизнеса, посадить туда старого своего человека, чтобы там... — С приличной заработной. — Да, с приличной заработной платой, значит, создать огромную. Вот как, понимаете, а то, что там опыт других же стран любят они, например, Китай, да, что в Китае сказал Центробанк, кредиты предпринимателям под такой-то процент и точка. Если вы банке даете кредиты под более высокий процент, Центробанк начинает эти кредиты бизнесу сам выдавать. Соответственно, банки что делают? — Исключаются из этой цепочки. — Исключаются из этой цепочки, да, то есть понятно, что для этого должны быть соответствующие условия. — Ну что, ну сделал реверанс, ну что смешить-то? — Лучше бы сказал, как крымским пенсионерам, ну вы тут держитесь. — Держитесь, что смешить кишки предпринимателя, господи. — Давайте сейчас еще пройдемся по конкретным, да, инициативам, которые будут якобы включены вот в эту предвыборную кампанию «Единая Россия», провести ревизию законодательства, касающегося контроля за бизнесом. — Да, видите, вот она, поддержка-то откуда. Давайте проведем ревизию законодательства, которые... Вот они, значит, новый закон, новые правила. Опять по-новому будем контролировать. Значит, конечно, там есть облегчающие там ситуацию. Этот закон мы видели новый, мы его обсуждали, мы написали, значит, массы на него замечаний. Очень малое количество замечаний было принято, и то только как бы в видоизмененном там виде. И вот закон как бы появляется, скоро нам родится, и будем жить по контролю за бизнесом по новому закону. И что? Зачем менять? Мы уже тысячу раз говорили, оставьте, нам нужна стабильность. Кончайте менять эти законы туда-сюда. Кончайте менять налоги. Налоги можно для бизнеса только в этой ситуации снижать, если вы хотите, чтобы бизнес вышел из тени. Тысячу раз говорили о том, что НДС — угнетающий налог. Тысячу раз говорили, что порядок исчислений НДС сегодня мешает взаимодействию к операции малого бизнеса с крупным бизнесом. Тысячу раз говорили о том, что повышение социальных налогов для субъектов малого бизнеса не привело к увеличению сборов. Ну, сколько раз одно и то же. А нам говорят, вот, пожалуйста, это все поддержка. Ну, кого смешит премьер-министр? Ну, наверное, он адресует кому-то. Я не понимаю, кому он адресует. Предприниматель-то все понимает, что его хотят сегодня в выборах типа на свою сторону. Ну, и только придавить можно на свою сторону. Сказать, что если вот ты не заплатишь на предвыборную кампанию «Единая Россия» определенное количество область. Смотрите, если мы придем к власти, а мы придем точно к власти, ты еще пожалеешь об этом. Список-то у нас есть, кто отказался от того, чтобы пополнить. Правду мы отквозь, Ильич. А что? Ну, я так думаю, это мое мнение. Потому что сколько выборов было, сколько раз через это приходили, сколько предпринимателей об этом уже рассказывали. Разработать оценку эффективности государственных регуляторов в отношении предпринимательства. Эффективность государственной поддержки. Мониторинг исполнения поручения президента по развитию малого бизнеса. Проведение экспертами всех предпринимательских сообществ экспертизы. Нет, нет, подождите, подождите. Давайте построчно, и у нас уже время кончается. Так, по поводу оценки эффективности государственных регуляторов. Подождите, почему? Так, я предлагаю, чтобы он уже ушел в отставку. Кто? Так, Медведев. Медведев. Сколько лет уже. Мы показываем, что все меры, предпринимаемые, значит, поддержку бизнеса, они оказываются пшиком. Ну, а сейчас мы должны, только сейчас, он говорит, давайте разработаем оценку эффективности. Уже критерии есть. Какие? Пожалуйста. Тысячу раз эти критерии. В чем они заключаются? Спросите. Любой человек вам скажет. Вот, ты потратил рубль на поддержку предпринимательства? Скажи мне, сколько дополнительно было создано рабочих мест в предпринимательстве? Раз. Сколько на твой рубль количество налогов, значит, увеличилось? Два. Насколько повысились заработные платы? Три. Доходность бизнеса. Какие еще новые критерии? Какие еще новые критерии? Я вообще не понимаю. Тысячу раз это уже делалось. Зачем нам пудрить мозги? Или что касается мониторинг исполнения поручения президента. А оказывается, до сих пор у правительства нет мониторинга, системы мониторинга поручений президента. Я не знаю, зачем президент такое правительство держит. Если оно до сих пор даже систему, не систему поддержки, а систему мониторинга еще не разработало. Зачем такое правительство нужно? Как оно может поддерживать, если у него нет системы мониторинга? Дальше. Проведение экспертами, вы уже это прочитали. Сообщество, экспертиза, законопроект, казать, что... Я без слов. Потому что уже столько лет эксперты уже говорят, вы прежде чем принять какой-нибудь закон... Вы покажите бизнесменам, предпринимателям, что там хотите принять. Тогда мы вам скажем, как будет. Иногда показывают. Было бы грехом соврать тут. Иногда показывают. Собирают предложения. После этого все игнорируется, принимается в том виде, каком есть. При этом игнорируется мнение уважаемых организаций. Торгово-промышленных палат. Значит, союзов промышленных предприятий. Общественных объединений предпринимателей. При этом никто себя не утруждает аргументированно подискутировать. Понимаете? Ну зачем нам такое правительство? Зачем единороссовское такое нам правительство? Ни к чему. Давайте еще дальше до перерыва успеваем. Поспособствовать вхождению в торговые сети малых и микропредпринимателей. Ну это уже известная тема, давно об этом говорится. Разработать и внедрять программу поддержки бизнеса не на один год, а на более продолжительный срок. Оказывается, премьер не знает. Что в каждой области и в том, что в Министерстве экономики существуют стратегии развития. Понимаете? Оказывается, он не знает, что есть уже эти программы поддержки не на один год. Они есть. Понимаете? Их просто нужно выполнять. Просто нужно как бы делать и выполнять. Оказывается, что он имеет в виду, когда говорит про программу поддержки не на один год? Я вообще не понимаю. Какой бюджет? Такое финансирование. Сегодня бюджет на один год, значит, финансирование на один год. Все остальное, что не финансирование, это не на один год. Даже в нашей Кировской области программа стратегическая развитие Кировской области до 2020 года, если я не ошибаюсь, чьего пример, видимо, не в курсе. Где он находится на российской земле или на российских небесах, я не знаю. А вот мне еще понравилось проведение госнаград в области предпринимательства с целью популяризации этого вида деятельности. Ну то есть вот ты хороший предприниматель, платишь налоги, все хорошо, на тебе орден какой-нибудь. Вот это вот вопрос в том, что смотрите, у нас разные формы такого поощрения были. Ну что, заслуженный предприниматель России будем внедрять? Ну, по аналогии, заслуженный врач, заслуженный учитель. Да, но подождите, предпринимателю это все по боку. Вот он сегодня заслуженный, завтра из-за того, что вы приняли те или иные нормативные акты, это вошло в историю, потому что он взял и закрылся и ушел. Но о чем речь? Ведь когда моральный стимул, особенно для предпринимателя, начинает работать, когда он начинает работать? Когда он дорастает до определенного уровня, в том числе как предприниматель, когда видит, что он может легко перейти из малого в средний, в средний, в крупный. А сегодня, если, например, кто-то работает-работает и превышает там, например, миллиард вдруг у него, выручка, к нему сразу несколько глаз. И он начинает канализирует, спрашивает, откуда у тебя миллиард? А почему ты на этот миллиард мало платишь налогов? О, миллиард это крутой бизнес. Ну-ка дайте присмотримся к этому миллиарду. Поищем лазейку, где можно? Да не надо. Самым большим подарком для предпринимателей будет, ну как, не то, что там не мешайте ему работать. Уверенность в завтрашнем дне, что он сможет заработать не миллиарда, а два миллиарда. Абсолютно. Уверенность в стабильности, что ему завтра не впарят очередное увеличение налогов. Что ему завтра не впарят определенные ограничения в его бизнесе. Сегодня невозможно вести бизнес, понимаете, с такими ограничениями. В общем, с критикой предложений «Единой России» Азиза Агаев в нашей студии. Это его особое мнение. У нас сейчас реклама небольшая, и мы продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Напомню, что это особое мнение Азиза Агаева, директора аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ». Сейчас хочу поднять тему, о которой тоже очень много и очень часто говорится в последнее время. И снова идея возвращения, в кавычках, я бы сказал, сигареты-пива в киоски. В июне данную тему рассмотрит экспертный совет Федеральной антимонопольной службы. Консультации сейчас ведутся между непосредственно антимонопольной службой, Минпромторгом, Минэкономразвития, Минздравом. Последний, кстати, против. Главный аргумент сторонников возвращения – это вроде как забота о малом бизнесе. Чтобы зарабатывать. Ну, что могу сказать, что вообще весь этот процесс – театр. С тем, чтобы сначала убрали. Сначала убрали, теперь вернули. Во-первых, убирали для чего? Чтобы меньше пили, меньше курили. Пить стали меньше? Есть там некие исследования, которые говорят о том, что не стали меньше и доступность не уменьшилась. Наоборот, качество ухудшилось. Начали пить совсем. Но минимум ничего не изменилось. Не изменилось. Курить стали меньше, те, кто курил, продолжают курить. И они курить перестали, если кто-то. Только не потому, что в киосках перестали продавать. А потому, что человек задумался. Потому, что кто-то его убедил. Потому, что, слава богу, из-за больших вложений личных времени и сил построила Светлана Медведева. Конечно, при поддержке всех органов власти, бассейн, например, построится лёгкоатлетический манеж, там будут тренеры и так далее. Нельзя не исключать фактор, что дорожает. Это продукция. Продукция? А благосостояние народа вроде как не растет. Вы знаете, очень циничный анекдот, вы должны его помнить, да? Папа, а если завтра подорожает, ты что, перестанешь пить? Нет, дети, вы станете меньше есть. Помните, да, этот циничный анекдот? Да, вот давайте, так сказать, не будем насчет того, что там дорожает. Если дорожает, они найдут, что пить подешевле. Они находятся, пьют и без всяких, так сказать, проблем. Просто подорожание качественного продукта ведет к люмпинизации большего количества пьющих. Это закономерность, понимаете? То есть не перестает человек пить, а он люмпинизирует. То есть если раньше он мог себе позволить там фыркнуть, глядя на флакончик, да? А теперь он не фыркает, потому что он понимает, что у него, так сказать, на качественный продукт, там, деньги нет. Значит, он быстрее заболевает, быстрее заболевает, вот и все. Поэтому я думаю, что эта тема, наверное, отдельной передачи. Я думаю, что эти вопросы, вот эти вопросы уменьшения количества пьющих и курящих решают другие методы. Не ухудшение, так сказать, доступа. Понятно, что детям нельзя там продавать, да, доступ там ограничен. Но по-взрослому у меня вообще всегда было негативное отношение. Ну так все-таки продавать или не продавать в нестационарных торговых объектах? Да вообще до лампочки. До лампочки. Да вообще до лампочки. Вопрос только в том был, что, значит, если нам... Здесь целый ряд вопросов перемежалось, в том числе размещение киосков и так далее, и так далее. Ухудшать деятельность предпринимателей нужно очень и очень... Нельзя. А принимать решения, касающиеся, значит, деятельности предпринимателей, получениями доходов и так далее, нужно очень и очень аккуратно и просчитанно. Потому что в конечном итоге это бьет по жителям. Потому что предприниматели это те же жители города Кирова и Кировской области. У нас остается все меньше и меньше времени, очередная законодательная инициатива созрела в недрах Госдумы. Весьма и весьма интересная. Ваше мнение на сей счет хочется узнать. На этой неделе, видимо, группа депутатов Нижнего парламента, Нижней палаты парламента, собирается внести законопроект, обязывающий чиновников и депутатов отчитываться о доходах не только нынешних, но еще и бывших супругов. Эксперты считают, что такие изменения назрели, и они будут способствовать более эффективному противодействию коррупции. Авторы инициативы говорят, что не секрет, что число разводов, по факту фиктивных, среди чиновников и депутатов, оно больше, чем среднее количество среди обычных россиян. Смотрите, раньше цари, я помню в истории, у них были не только жены и наложницы. И они потом своих наложниц выдавали замуж за каких-нибудь дворянных, влиятельных людей. Вопрос у меня, там, кстати, могли быть от наложниц уже дети, они оказывались типа не его дети, а чужие дети. То есть я хочу спросить, а почему, значит, почему сюда не включили список любовниц, значит, с теми, нет с кем они... Такого в законодательстве статуса. Значит, надо ввести, что им, депутатам, три чтения-то, раз-раз-раз, и все, и принято. Значит, почему детей незаконно рожденных там не иметь в виду? И самое-то главное, а почему супругов бывших жен и любовниц как бы тут? Потому что это ведь почти родственники, понимаете? Вот с ума сходят и продолжают с ума сходить, и не останавливаются. Видимо, других проблем в стране нет. Это вы про депутатов говорите, которые разработали данный западный проект. Таким образом коррупция, значит, не искореняется. Вот если человек попал на какую-то должность, и вот если он покупает, вот давайте контролировать. Вот он покупает, он обязан заявить, купил дорогостоящую вещь. Автомобиль, дом, офис, бизнес там и так далее. Пожалуйста, отчитайте, а с куда у тебя деньги? При этом, значит, нужно поставить точку за какой-то период. Он должен был декларировать. Есть люди, которые уже по 10, по 12, по 15 лет в депутатах. Пусть задекларируют, откуда у него деньги, за какую сумму этот бизнес и все покупается. Но еще раз говорю, до тех пор у нас не прекратится вся эта катавасия с коррупцией. До тех пор, пока реально в жизни... Пока не начнут расстреливать. Пока в реальной жизни, значит, у нас есть прекрасный институт, независимый суд. Пока независимый суд не будет подчиняться только закону. И тогда, я считаю, что тогда не будут там ловить кого попало. Мелкого предпринимателя, которому нужно... И когда отбираются чей-то бизнес там. Я думаю, что коррупцию можно искоренить только когда в стране будет реально независимый суд. Хоть какой-то орган должен защищать справедливость и закон. На сегодняшний день у нас с этим проблемы в стране. Остается буквально три минуты. Я хочу поднять тему повышения пенсионного возраста. В нашей стране один из активных деятелей, который продвигает активно эту идею. Нынешний министр финансов Антон Силуанов. А вот и бывший... Нет, нет. А Силуанов тоже продвигает. Но он тихо продвигает. Тихо продвигает. А вот тут меня удивил Алексей Кудрин. Бывший глава Минфина российского тоже об этом заявил. Член экономического совета при Путине ныне. Он сказал, что надо повышать. Повышать постепенно и для женщин, и для мужчин до планки в 63 года. Как вы оцениваете? Нормально. Поселить его в каком-нибудь Амутнинском районе. В какой-нибудь деревне. Например, в Пешковке, условно, поселочке. И сказать, работать будешь в поселке, товарищ Кудрин. Значит, и пенсионный возраст у тебя будет теперь не 60, а 63. И мы посмотрим тебе, как ты будешь работать после 55 лет. Вообще будешь ли в состоянии, не имея такого обеспечения, которое ты имеешь до сегодняшнего дня. Значит, все экономические проблемы, я считаю, которые у нас сегодня есть в стране, в том числе недостаток денег, это в том числе и деятельность Кудрина, который в свое время не дал жирные потоки денег инвестировать в страну. В социальную сферу в том числе, да? В том числе, но я больше имею в виду как бы в сферу промышленности, экономики, чтобы мы могли на сегодняшний день ответить тем вызовам, которые, кстати, он сам диагностировал в своем экономическом, так сказать, в центре стратегического, как там, центре ЦСИ у них, или центре исследований, да, которые он диагностировал, значит, мы не можем ответить на эти вызовы, да, только потому, что эти люди, значит, 10 лет назад сделали неправильный выбор. И сегодня он нас учит, значит, пожалуйста, есть люди, которые заработали пенсии, если вы хотите их, значит, повысить, вы должны повысить качество здравоохранения, прежде всего, люди должны, значит, быть в состоянии... Банально увеличение продолжительности жизни у нас должно быть наиболее. Банально в состоянии работать, мало продолжительности жизни увеличить. Нужно, чтобы... По состоянию здоровья человек соответствовал. Чтобы человек был способен эти нагрузки переносить, которые есть сегодня в работе. Если он не способен, да ты ему хочешь... Это означает только одно, государство не хочет платить людям пенсии, которые они заработали. Так, ну, не нужно платить тогда. Тем, кто заработал, платите. А тем, кто... Вот, выходит человек на работу 24 года, скажите ему, все, в сегодняшний день пенсии у тебя нету. И не будет, и жди. И пусть он сам решает свою проблему с 24 лет. Вот скажите и поставьте точку. Если бы мне 24 года, или даже в 30, или даже в 35 сказали, что не будет тебе пенсии, но ты взносов не платишь в бюджет. Да я бы с удовольствием. Я бы эти деньги, которые в бюджет платил, значит, пенсионного фонда, или в виде налогов, я бы уже сегодня давно бы себе мог бы позволить выйти на пенсию. Это такой цинизм, на ваш взгляд, да, когда... Это наплевать к отношению к нуждам людей. Это вот непонимание полное. Вот я и говорю ему, годик бы пожить здесь, и посмотреть вообще человек в состоянии вот в этих условиях жить, и потом на эту пенсию жизнь жить, пожалуйста. Завершается на этом программа особое мнение. Благодарю гостю студии Азиза Агаева, директора аудиторско-консультационной компании «Бизнес Информ». Всего доброго. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM